Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур и за все время существования моего канала на ютубе я заказывал из Китая всякое разное. В том числе я покупал мопед, это был одно из самых дорогих и самых тяжелых посылок, а также я покупал колеса для своей машины. Но вот что касательно Алиэкспресс, то там нам намного привычнее покупать различные смартфоны, чехлы, ну и знаете, всякое там по мелочевке. Самое дорогое, что я до этого покупал, это был большой 4К телевизор. Я покупал его 4 года назад. Это было самое большое и самое дорогое, что я покупал в Китае. Ну а сегодня, друзья, я надеюсь, что эта посылочка вас удивит. Вот сейчас, без преувеличения и без каких-либо шуток, эта коробка весит 75 килограмм. И чтобы вы понимали, мне сюда, до квартиры, ее доставили бесплатно. Грузчики помогли ее поднять. Дальше говорю, я сам, мне говорят, не, может, все-таки затащим в квартиру. Говорят, нет, я сам, мне для красивой картинки нужно. И вы сейчас должны оценить, друзья, выглядит ли это масштабно. Хотели бы вы такой себе подарок под елочку, даже если, я не знаю, можно ли сказать под елочку. Эта коробка фактически больше елки, она огромная прям. Ну и плюс она, смотрите, как нравится кошкам. Честно говоря, друзья, эту посылку из Китая я хотел заказать уже очень давно. Но вот прошла крупная распродажа, я думаю, вы все слышали, 11.11. И мне даже интересно, друзья, а что купили вот такого интересного на этой распродаже вы? Понятное дело, что там чехолчики, смартфончики, все это было со скидкой, все это было классно. Но я надеюсь вас реально удивить своей покупкой, потому что вот такого, ну мне кажется, еще никто из блогеров точно не заказывал. Друзья, огромная коробка весом 75 килограмм, которая стоит чуть больше 50 тысяч рублей. Это со скидкой, с очень хорошей скидкой. Но когда вы узнаете, что находится внутри, вы поймете, что в принципе это не так уж и дорого. Но вот прямо сейчас, друзья, мне интересно, а что бы вы купили на 50 тысяч рублей? Вот такую огромную коробку, когда узнаете, что внутри. Или новенькую PlayStation. Она как раз сейчас стоит в районе 50 тысяч. Напишите в комментариях, друзья, ваши предпочтения. Ну, а я же начну потихоньку рассказывать про эту посылку. Если вдруг у вас возникают вопросы, как мне вот было не страшно отдавать такие большие деньги за посылку на AliExpress, то я вам так скажу. Когда я покупал телевизор, мне было намного страшнее, потому что это было что-то, ну, сверхъестественное, да, покупать из Китая. Хрупкую технику. Мало ли ее не довезут. Я реально тогда очень сильно переживал, но на удивление все приехало в лучшем виде. То есть коробка была даже не мятая. А сейчас я смотрю, она даже как-то запечатана. Ну, то есть я вот тут вижу, что... Смотрите, у нас пленка идет. Потом какие-то красные ленты. Я так понимаю, ну, может быть, обмотали, потому что внутри хрупкий товар. Я не знаю, правда, действительно ли он хрупкий или не хрупкий. Ну, в любом случае, круто, что с ним обращались деликатно. Плюс дальше еще пузырчатая пленка идет. Вот, и даже, смотрите, два слоя пузырчатой пленки. И только дальше уже идет три слоя. Слушайте, там третий... Короче, запечатано все на славу. Ну, и плюс, это вот доставка была именно до двери. И она бесплатная. Меня вот это удивило. Единственное, я не уверен, что это из России была доставка или не из России. Но она была относительно быстрая. Короче, я рискнул. Потратил 50 с лишним тысяч. И сейчас мы узнаем, все ли четко, да, или нет. Но я, правда, теперь не знаю, как... Как скрабь. Мне нужен нож. Как я уже говорил, друзья, эта посылка стоит 50 с лишним тысяч рублей. И я вот что подумал. Если вы поставите под этим роликом лайк и напишите коммент, что вы участвуете в конкурсе, то я готов разыграть то, что здесь находится внутри. Потому что мне лично кажется, что абсолютно каждый из вас мечтал бы о такой штуке у себя дома. Но просто не все, в принципе, представляют, что это возможно. Я сам, честно говоря, раньше думал, что... Да как такое? Да домой, да купить-то за такие деньги-то невозможно. Но нет. Или все-таки PlayStation. Потому что она стоит примерно одинаково. Смотрите, ребят. Но коробочка в 10 раз меньше. Кстати, обзор на PlayStation уже скоро будет на канале. Но, тем не менее, я что предлагаю? Если под этим роликом собирается 100 тысяч лайков до Нового года, то я разыграю либо то, что находится в этой коробке, либо отправлю PlayStation. Но имейте в виду, что эту коробку, в принципе, возможно получить до Нового года. Потому что эта штука есть в наличии, а PlayStation нет. Его весь раз купили и когда завезут, неизвестно. Но в любом случае, пускай победитель сам выбирает, что он хочет. Я же анонсирую конкурс, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под этим роликом. Собирается 100 тысяч лайков. И среди тех, кто оставил рандомный комментарий, я разыграю либо это, либо PlayStation. Стоит одинаково, но имейте в виду, что это весит 75 килограмм. Теперь же, чтобы показать вам, что находится внутри, надо понять вообще, как эту посылку распаковывать. Плюс еще кошку не очень хочется тревожить, смотрите, как ей нравится. Она прям, как только сюда затолкал еле-еле эту коробку в квартиру, кошка сразу сверху легла и говорит, все, мое. Она еще не знает, что внутри, но я уверен, что ей понравится. Слушайте, здесь такой слой упаковки, что я даже ножом еле-еле ее прорезаю. А я думаю, знаете мы как сделаем? Может прям вот так ее вырезать и достать? Я не знаю, получится у нас или нет, но давайте попробуем. Я вот прям вот так буду здесь прорезать картон. Честно вам признаюсь, друзья, это самая большая коробка в принципе, которую я когда-либо открывал, серьезно. Ну а сейчас, друзья, пока я пытаюсь вскрыть эту огромную коробку, попытайтесь вспомнить, какие другие крупные посылки с Алиэкспресс заказывали другие блогеры. Мне почему-то кажется, что это самая крупная посылка, которую в принципе когда-то кто-либо заказывал. Ну или по крайней мере я просто не видел. Может быть вы видели, друзья, обязательно напишите в комментариях, кто заказывал что-то круче, чем вот эта вот посылка за 50 тысяч рублей. И это, друзья, еще целлофан, вы серьезно? Я думал, знаете, сейчас открою и торжественно уже сразу все будет понятно, но нет, здесь, смотрите, вон еще какие-то картонки, еще вот воздух мы с вами кидали, и вот еще один целлофан. Кстати, смотрите, кошка сидит вообще так, как будто бы ничего не происходит. Все, это ее коробка, это ее новый домик. Чтобы вы понимали, у нее вот там в углу стоит трехъярусный домик специально для кошек. Ей вообще абсолютно пофиг, она вот коробка. Новая коробка в доме всегда что-то не привозит, всегда кошка запрыгивает, говорит, все, мое, пофиг, домики, не домики, коробка моя. Ну а теперь вернемся к нашей посылке, ребят. Она уже стала немножко вот так видна. Кто-нибудь из вас может предположить, что это такое? На самом деле, я ошибся стороной, надо было открывать оттуда, потому что это, ну, как бы, задняя часть. Но, тем не менее, я думаю, что можно попытаться уже это вытащить. Так, убрать вот это вот что-то, вот этот картон. Зацените, тут есть колесики, то есть мы, в принципе, можем попытаться сейчас это выкатить. У меня здесь есть еще одна кошка, которая тоже любит, знаете ли, абсолютно все анбоксинги. Не важно, большая коробка, маленькая, кошки приходят, они запрыгивают, им все интересно, они всегда хотят участвовать. Не забудьте поставить ваш лайк за кошек. Так, ну а теперь я не совсем уверен, что это делается так. Наверняка эта коробка открывается как-то по-другому, но... Жесть! Вы когда-нибудь видели такое? Это же, блин, подушка. То есть я могу вот так ее положить и спать. Продолжаю доставать, друзья, нашу посылку. Возможно, кто-то из вас уже догадался, что это такое. Весом 75 килограмм. В огромной, черт возьми, коробке ты с ней покажи, как там много места. Охренеть, какая она здоровая. Прямо с Алиэкспресс мне привезли... Массажное, черт возьми, кресло. Чего вообще? Так можно было разве? Тут еще есть какая-то коробка. Мне кажется, что в ней еще могут быть какие-то детали. А, нет, смотрите, она полностью пустая. Но сам факт того, что, ребят... Я сам влезаю в посылку с Алиэкспресс. Чего? Ну а теперь, друзья, конкретно насчет нашего кресла. Ну, как вы думаете, это самая дикая покупка, которую можно сделать на Алиэкспресс? Или вы можете предложить что-то более весомое? Если вы знаете что-то, что вас удивит больше, чем гребанное массажное кресло, я жду, друзья, вас на обсуждение в комментариях. И сразу же хочу отметить, что это не точно такое же кресло, как где-то там, не знаю, в торговых центрах. Ну, знаете, такие стоят там по 10 рублей за минуту за массаж. Просто посмотрите, как выглядит это кресло. Ну, это фактически стул, там, с вибронакидкой, я не знаю, ну, с каким-то отверстием для ног, которое нифига не массажирует, и на которое, честно говоря, садиться не особо хочется. Что касательно этого кресла, ну, посмотрите, во-первых, как его сразу же облюбовали кошки. То есть, я в нем еще даже не успел посидеть, они, смотрите, уже изучают. Вот он там что-то уже ковыряет, ну, покажи, что там. Пульт, пульт управления, друзья. Самое главное, слава богу, без иероглифов. То есть, здесь и не по-русски, конечно, написано, но хотя бы по-английски. Я думаю, что разобраться можно. Плюс, какой-то человечек нарисован. Я думаю, здесь все плюс-минус стандартно. Честно говоря, когда я наткнулся на это кресло на Алиэкспресс, я вообще очень сильно удивился, что бывают вот подобные конфигурации кресла за стоимость меньше, ну, я не знаю, полумиллиона рублей. Потому что, когда заходишь на сайт того же, там, Yamaguchi, это вроде как самая крутая фирма, которая выпускает кресла, там, в разных дорогих отелях, они стоят в спортзалах. Но они выглядят точно так же. У них точно такой же набор программ. Плюс, там есть какой-то шиатсу, фигиатсу. Я вот в этом массажах не разбираюсь. Надеюсь, что я с этим креслом преисполнюсь в этом. У меня, наконец-то, перестанет болеть шея. Потому что продавец пишет, что вот отдельно, конкретно, можно каждую зону массажировать. И кнопки на пульте, в принципе, говорят об этом. То есть, вот есть отдельная кнопка back, например. Вот есть кнопка шиатсу. Это когда вот ядран сильно-сильно вдавливают. Ну, и как я понимаю, в отличие от тех же самых кресел, которые стоят в торговых центрах за 10 рублей минута, здесь массируется абсолютно все. Во-первых, смотрите, ноги. Тут есть прям специальная выемка для ног. И вот тут я чувствую, есть ролики, которые ноги разминают. Вот спереди, сзади. Вот тут, я так понимаю, тоже у нас что-то двигается. Плюс дальше, смотрите, вот у нас подушка. Это, конечно, надувается. Вот здесь подушка. Вот здесь подушка. Вон, смотрите, держалка для пульта даже есть. Можно вот так поставить. Охренеть! Вот я когда смотрю на это кресло со стороны, чтобы вы понимали, тут даже есть черт в динамике. Я не знаю, зачем. Музыку, может быть. Ты сидишь, релаксируешь и слушаешь Моргенштерна. Я не знаю, ну, разные люди бывают. Но оно выглядит один в один, как кресло за 500 тысяч рублей и дороже. Но стоит в 10 раз дешевле с бесплатной доставкой. Вот это меня больше всего удивляет. Но опять же, грош цена этому креслу, если оно некомфортное, друзья. Сейчас я впервые в него сажусь. А, значит, что я понял. Его же надо включить в розетку сначала. Итак, здесь сзади есть кнопка включения. Знакомый, обычная такая китайская озвучка с... Точнее, английская озвучка с китайским акцентом. Нажимая на кнопку Power, у нас должно, значит, загореться меню. Да, смотри. О, оно начинает сразу же двигаться. Вот тут, смотрите, начинает все надуваться. Так, стоп, господи, все. Короче, я экстренно сажусь. А то оно сейчас просто в космос взлетит без меня. Слушайте, оно уже начинает работать. Оно как будто, вы знаете, куча-куча таких паучков начинает двигать по спине, по плечам. Кайф. Так, стоп, 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 стоп. Я хочу паузу, паузу. Как? Пауза. А где тут пауза? Я не знаю. Куда бы вы нажали, друзья, ну, чтобы пауза? Я вот нажимаю на Power. И ничего не... А, вот, все. Два раза надо было нажать, и оно останавливается. Слушайте, знаете, что интересно проверить? На картинках было показано, что это кресло может полностью горизонтально разыграться, ну, что прямо в нем спать можно было. И вот мне интересно найти вот эту вот кнопку. А, ну, судя по всему, вот, смотрите, внизу. То есть, вот, по идее, если я нажимаю на вот эту кнопку, оооо, смотрите, начинает двигаться. Смотрите, я могу даже вытянуть ноги. Ребята, это такой кайф. И что вы понимали? Это не 10 рублей за массаж. Я не где-то в спа-салоне. Я у себя, черт возьми, дома. Честно сказать, ребят, я так давно об этом мечтал. Не то чтобы о массаже, а о том, чтобы я мог просто лечь и расслабиться. У меня реально сейчас массажируется вся спина, у меня массажируются ноги. Единственное, что я не успел засунуть руки, вот здесь специально есть карман для рук, и там просто уже подушки надулись, массажирующие, и у меня туда рука, ну, вот чтобы вы понимали, она вот здесь надута, и я просто не могу засунуть туда руку, я просто опоздал. Но знаете, даже так я не о чем не жалю, я вообще слежу. Оооо, как же круто. Эта штука еще и подогревается, ребят. Это не передать словами. Знаете, чего не хватает? Ооо, голову начало массировать. Ооо, не то чтобы этого не хватало, я просто даже не знал, что она может вот здесь, прям вот здесь какие-то валики проходят, они прям вот так пульсируют. Ну вот сейчас еще не хватает какого-то, знаете, шума моря такого, что птички пели, и можно просто вообще, как будто бы 2020 года даже и не было. Вот так я могу описать, ребят, впечатление от этого кресла. И самое интересное, знаете, что, в отличие от массажа в том же торговом центре, где ты плачешь 10 рублей за минуту, я не знаю, сколько здесь будет длиться эта программа, ну потому что здесь нет таймера, вот просто покажи, вот крупным планом, я не знаю, здесь горит у нас сразу все одновременно, то есть какие-то ноги, да, ягодицы. Я ничего не успел нажать, я просто включил это кресло, и оно начало работать. И мне нравится. Что же будет, когда я разберусь тут со всеми вот этими, вот что будет, если нажму на кнопку шеацию. Вот как раз таки то, что рекламируется просто везде, то есть точечный массаж. Вот я на нее нажимаю. Ну это знаете, смотрите, когда массажист говорит, вот нормально, сейчас не больно, ты говоришь, нет, не больно, и вот он, это больно, наверняка это полезно, но вот прям, когда массажист говорит, вот я если чуть сильнее надавлю, нормально, ты говоришь, да, в принципе, так вот нормально, и вот он начинает прям херачить шиатсу это жесть ребята самое крутое что здесь в принципе не особо нужно даже читать инструкцию она там есть комплекте правда она вряд ли будет там на рут дай бог она будет там на английском языке но здесь в принципе все понятно то есть вот сними круто вот здесь даже видно что шиатсу это когда у нас прям сильно пальцами надавливают и разминают какую-то проблемную область вот книгинг это вот когда у нас видать разглаживают что-то ну то есть расслабление мышц да но здесь ты просто как бы выбираешь икры руки ну жопа когда жопа болит грубо говоря вот просто нажимаешь вот эту кнопку и жопа после этого не болит ну точнее нет наверное она сначала будет болеть потому те как бы шиатсу делают да но потом зато хорошо наверняка ну и как бы здесь все в принципе понятно ну и плюс самом центре у нас красная кнопка это подогрев то есть здесь вот так же присутствует об этом везде было написано ну и собственно говоря все я не знаю что еще сказать друзья я не могу отсюда выбраться вот с ней мои ноги вот просто я ну все я в запертил вот здесь надулись пузыри воздушные внизу они тоже надулись а еще не пришло в голову гениальная идея что если заменить удобное компьютерное кресло на массажное вообще самый главный вопрос конечно который у меня возникает это войти сюда в принципе по ширине и по высоте я вот вижу что она упирается стол но он у меня с подъемным механизмом то есть я могу сделать например вот так и все смотрите вот так вот не знаю как вам друзья но мне кажется я только что создал самое комфортное геймерское место в мире единственная проблема а как туда залезать то но типа блин вот это задача можно конечно попробовать его изначально поставить уже к столу типа вот так и как-то попытаться потом туда залезть вот так просовывать туда ноги ну и в принципе получается довольно комфортно скажу я вам то есть его можно разложить вот эти дамышки до всего и дотягивать включаешь массаж и сидишь несколько часов там играешь в игры и спина не болит слушайте мне кажется что придумал новую концепцию пока гейминга ребят массажное кресло вот чего нам не хватало и вот мне просто интересно чтобы вы выбрали друзья из вас было 50 тысяч рублей вот такое вот кресло которое дает вам расслабление в любое время суток вы подкрыли в розетку сели там хочу себе тайский массаж хочу себе там еще такой там хочу себе задницу помассировать разные люди бывают я не знаю может кому-то это нравится ты как бы силу а вот playstation как раз таки умеет только задницу и массировать особенность играешь мультиплеер вот заходишь ты такой вам он газ у тебя так потом задница массируется так массируется что ох короче я очень давно хотел купить вот похоже кресло я дождался на него лютых скидок я его купил я в восторге но я не могу в него вот так с разбега плюхнулся знаете почему потому что вот здесь прямо даже с микрофона я вот так натягиваю ткань и видно палики вот видите вот они которые вращаются и массы вот тут смотрите вот они довольно таки жесткие то есть в это кресло нужно аккуратненько приземлиться руки засунуть программу нажать и просто релаксировать учитывать этот момент когда будете участвовать моем конкурсе друзья напоминаю что если этот ролик набирает 100 тысяч лайков до нового года мне вообще не жалко будет разыграть точно такое же кресло и не буду разыгрывать именно это кресло что это моё крест все она мне понравился реально я просто закажу точно такое же кресло с aliexpress с доставкой на ваш адрес в любую точку мира мне кажется это будет ну максимально просто и удобно не грется его запечатывать ничего я просто закажу у того же продавца точно такое же кресло и она останется вам ну либо же это будет playstation опять же победитель сам выбирает что он больше хочет кресло которое будет радовать его каждый день и за него не нужно платить подписку playstation плюс чтобы играть с другими людьми так что обязательно помните об этом когда будете ставить лайк под этим роликом писать комментарии и обязательно нужно быть подписанным на канал как бы халява халявы друзья но подписчики тоже лишними не будут в общем друзья у меня на этом все надеюсь что я смог вас удивить я более чем уверен ну или на 99 и 99 сотых процента я уверен что вы не видели чтобы другие блогеры заказывали нечто подобное мне кажется что это самое дикое реально что можно заказать с aliexpress опять же если вы со мной не согласны я жду вас на обсуждение комментариях но у меня же на этом все друзья не буду задерживать вас и уж тем более не буду задерживать себя хочу изучить так сказать все области массажа который доставляет это кресло и начну прямо сейчас вот с шиатсу ну вот допустим вот это вот эту кнопочку я запомню слушайте все друзья спасибо за просмотр до скорого кого-то что делают ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо неплохо